Доброе утро, дорогие друзья, доброе утро. У меня сегодня в гостях прекрасная гостья, интереснейший человек. Я уверен, что мы будем сегодня в таком же интенсиве общаться, как бы сегодня нам повезло просто пообщаться с вами немного за завтраком. Я сложная должность, поэтому член правления, заместитель генерального директора и по персоналу и социальным вопросам, я читаю там просто на заставке, Почта России. Все правильно сказал? Все правильно, Роман. Отлично. Доброе утро. Очень приятно быть у вас. Елена, большое спасибо, что согласились. Я знаю, что уровень загрузки топ-менеджера, он колоссальный. Я часто общаюсь с топ-менеджером, по роду своей работы являюсь и коучем. Поэтому самая большая проблема для спленеджеров – поговорить надо, рассказать то, что тебя тревожит. Семья не позволяет быть настолько откровенным, коллеги тоже. Поэтому как вы решаете свою задачу, с кем вы общаетесь, чтобы порассказать о всём, что вас беспокоит. Кто у вас такой друг близкий, близкие семья, знакомые? Хороший вопрос, даже я бы сказала, такой неожиданный. Я отвечу, наверное, так. С точки зрения определенных нюансов, когда тебе хочется провести какую-то в параллель или разработать какую-то новую тему. А с кем-то об стенку. Мы называем это «найдите мне человека, с которым я могу поговорить в голову». Что? Это случилось у нас? Всё хорошо? Всё прекрасно? У нас просто дали нам какие-то… Да, да, да. Вводные, что нужно приостановиться. Поговорить в голову. Что это обозначает? Нет, это обозначает, что есть кто-то близкий в твоей профессии, который приблизительно на таком же уровне. Понимание и развитие. Понимание, развитие, когда ты был в таких же самых проблемах, в таких же нюансах, и этот человек может тебя выслушать и сказать, что, может быть, тебе нужно как-то скорректироваться. Это некое менторство такое, да? Мы не называем в нашей среде, мы не называем это менторством, мы называем это неким такой дружественным обменом, при том, мы очень открыты друг к другу, и когда даже поступает тебе звонок от кого-то, с кем, может быть, ты лично никогда не знаком, но ты понимаешь, что этот человек заступает на какую-то серьёзную должность, ты всегда будешь открыт к разговору. Безусловно, определяя определённые рамки с точки зрения конфиденциальности и всего остального. То есть, мы не раскрывая никогда в наших разговорах имена, либо ещё что-то, что в конечном итоге может каким-то образом коррелироваться с точки зрения того, что это конфиденциальная информация. Это первая такая стезя, по которой можно пойти. Вторая – это, я обычно говорю, нет наиболее лучшего слушателя, чем ты сам. Поговори сам с собой. Да, притом под словом «поговори». Это может казаться странным, я обычно говорю, что не надо это делать прилюдно, потому что могут материализоваться сразу два красивых медбрата и предложить тебе проехать в дом определённый. Но когда ты сам с собой, когда ты дома, ты можешь сам с собой поговорить. И я думаю, что не все признаются в этом, но я думаю, что все топ-менеджеры это делают. Они сами с собой разговаривают, они проговаривают какие-то нюансы, проговаривают сценарии. Прописывают, да, возможно? Что-то продумывают у себя в голове, невольно это как-то вырывается. Ну, ты действительно, ты в голове разговариваешь сам с собой. Ты задаёшь себе сам вопрос, а как бы ты поступил в этом случае, а что тебе не нравится в этом подходе. Ты, у тебя такое немножко раздвоение личности, но ты понимаешь, что вот ровно здесь ты можешь пройти через любые-любые рамки такие, поговорить с собой откровенно, и в принципе здесь нет параметра, там конфиденциальная, неконфиденциальная информация у тебя, она остаётся в голове только у тебя. Но, тем не менее, ты получаешь какое-то для себя, часто проговаривая вслух, ты себе говоришь, нет, так не надо. Вот если бы я действительно была бы на той стороне сейчас вот, или была бы на той стороне, и услышала бы такую речь, наверное, это было бы некрасиво или нетактично, не стоит так, лучше не надо. Хотя все мы достаточно эмоциональны, иногда с равными характерами. Абсолютно, ведь мы же люди, да, и как Татьяна Черниговская говорит, мы не знаем, кто мы, да, кто ты, мозг, ты не мозг, и вообще всё. Почему я задал этот вопрос? Концентрация на себе, рефлексия того, что происходит в жизни, она во многом помогает помочь себе выставить правильные горизонты планирования, цели и планы. То есть, лучший способ формирования будущего – это закрепиться в том будущем, которое вы для себя хотите, через то самое проговаривание, через формирование. Не все топ-менеджеры умеют работать самим собой. И почему я, почему мы начинаем с этого? Наша программа, она практическая, её смотрят по всей стране. И мало того, что вы, конечно, представляете сейчас почту России, мне больше, конечно, интересно, и вы как личность. Каждый здесь оставляет частичку себя для того, чтобы помочь всем нам, в целом, российскому бизнесу, менеджменту, стать чуть-чуть эффективнее. Ведь на самом деле вся эффективность, она в нас, только в нас. Рынок у нас закрыт, санкции, и все остальное, что мы можем сделать, как, знаете, мне очень нравится фраза японцев, по-моему, это сказал председатель правления Токио, как он называется, Панасоника, как там назывался по-другому, Митсу, в общем, неважно. Он говорит, все, что у нас осталось тогда, после войны, это то, что у нас было под кепкой, то есть мозг. И мы благодаря этому мозгу развивались. Чем сложнее жизнь, тем сложнее вообще жизнь самого топ-менеджера. И в этих обстоятельствах не просто он должен работать, а он должен вести за собой компанию. Ведь на вас лежит колоссальная ответственность, если так поговорить, за всех людей, за тысячи и тысячи людей, а эти тысячи людей, контактирующие с другими тысячами клиентов, всех остальных, то это вообще получается полстрады в вашей зоне ответственности. И очень важно, что вы сами умеете себя собой управлять. Как вы передаете вот эти навыки управления дальше? Как дойти до простого служащего в почтовом отделении города, не знаю, там Советская Гавань, где-то на Дальнем Востоке, чтобы он думал так же, как вы, как топ-менеджер? Я вот здесь, наверное, у меня будет сомнение, что нужно лишь, чтобы он думал, как мы. Наверное, я здесь немножко не соглашусь. Ценность-то на самом деле любой организации, что в нее приходит энное количество людей, которые объединяются посредством чего-то. Понятное дело, что все мы сначала объединяемся посредством своих должностных обязанностей, своих денег. Ну, простая, первая, абсолютно первая ступенька в иерархии масло, безусловно, я постоянно о нем говорю. Это первое, на чем мы находимся. Потом мы начинаем идти наверх, и мы говорим, что для нас является безопасностью и небезопасностью. У всех по-разному. Если ты очень амбициозный человек, то для тебя вторая линия безопасности не имеет вообще никакого значения. Ты всегда себя чувствуешь комфортно в любой небезопасной ситуации, потому что ты вот такой вот достаточно быстрый, динамичный человек, который готов трансформироваться в любых изменениях. Дальше, конечно, получается социум, это очень важно. Социум – это команда. Кто тебя окружает, кто твой визавик, с кем ты работаешь, у тебя есть или нет плеча рядом. Мне по жизни повезло. Может быть, потому что даже не столько по жизни повезло, наверное, повезло, потому что всегда критерий моего отбора, моего следующего работодателя, с кем я работаю, всегда один и тот же вопрос. Расскажите мне, кто ваша команда, точнее, даже можете не рассказывать, потому что я уже всех посмотрела, я весь due diligence делаю сама, я всех смотрю, я всегда читаю все о людях, я, в общем, встречаясь с человеком, я обычно о нем знаю все. Такой у меня принцип. Я не люблю никаких сюрпризов. Но я задаю всегда руководителю вопрос, расскажи мне, что цену в твоей команде, и почему это команда, самое главное, это вообще команда, или это просто мы набрали сейчас эти наличных людей, каждый из них возглавляет свое подразделение, и, в общем-то, у каждого свои цели, у каждого своя ментальность, и команды как таковой нету. Тогда будет следующий вопрос, а ты хочешь ли, чтобы это была команда, или тебе тоже, в общем-то, все равно. И если я вижу, что человек по-внутреннему, а часто все говорят, да, я хочу, чтобы это команда, но в глазах читается немножко другое, я абсолютно интроверт, и мое абсолютное желание, чтобы вообще меня никто не трогал. Язык тела показывает совсем другое. Вот, абсолютно. А 90% информации мы считываем невербальную, и только 10% информации вербальную, ты себе говоришь, отлично, чувак, ты, спасибо, мне рассказал, до свидания. Да, абсолютно верно, это именно так. Поэтому, наверное, мне очень хорошо везло с точки зрения того, что у меня были всегда очень сильные команды, и за счет команды ты, во-первых, сам становишься сильнее, и ты растешь. Следующая ступенька – это престижа, но в моем качестве я на престиж смотрю это на бренд компании, даже не на бренд работодателя, потому что бренд работодателя буду создавать я, а мне важно, что такое вкусное в самой компании, вот, что, чем ты сможешь жутко прогордиться, даже если в компании, может быть, это сейчас не работает, и, может быть, твоя компания далеко не самая лучшая, и ты еще с флагами не можешь скакать и кричать, посмотрите, в каком я бренде работодатель работаю, ты начинаешь находить что-то очень ценное в ней, да, и вот это цены – это обычно является тот кейс, который тебе надо решить. Чаще всего это сложные кейсы, если мы берем почту России, у нее один единственный кейс – это колоссальный размах, это люди не понимают. Люди не понимают, я два месяца, когда пришла в компанию, я просто смотрела на карту, на карту, просто смотрела на карту. Сколько тысяч примерно штук отделений? 43 тысячи отделений, 800 почтантов, 87 филиалов, 10 макро-региональных образований, ну и существенно головной офис, назовем это так. Это, опять же, цифры кажутся простыми, но вы сейчас очень правильно затронули тему влияния. Так вот мы в свое время постарались посчитать с точки зрения количества людей, работающих у нас, какое же влияние мы несем. И сейчас у нас работает плюсом-минусом, если мы говорим в головах, не в ставках, а именно в конкретных людях, у нас работает порядка 368 тысяч человек. Если мы берем… Город, в котором я жил, в Комсомольске-на-Амуре был 360 тысяч. Да, вот берем усредненную, что, безусловно, не все имеют мужа и жену, но берем усредненную статистику 3 человека. И берем усредненную статистику по детям, и еще понимая, что есть папа, мама, родители, свекровь. Полтора. Это миллион и с хвостом наверх. Если мы с вами придерживаемся правила семи пожатия, то вы понимаете, какой это охват. То есть имиджевый – это огромнейший охват. Самое важное, наверное, здесь, это когда ты уходишь от городов, ты переходишь в зону сел, поселков, отдаленных мест, и в этот момент ты понимаешь, уже немножко другая идет волна, ты в ужасе понимаешь, что для этих людей, для некоторых ты, в принципе, единственная точка. Единственная точка коммуникации. Жизни, по сути, да? Да, в какой-то степени. И пульса жизни. Да, в какой-то степени получения информации, любой информации. И пенсии, в том числе. И пенсии, в том числе. Это больше хард, я все-таки больше в софт, поэтому я смотрю больше на тот плюс, который мы несем. Помимо своего собственного бизнеса, ты можешь получить письмо, отправить посылку и так далее, и так далее. Но в реальности это ли ценно? И оказывается, что для многих людей почтальон, который находится в селе, это первое, это единственный человек, который зайдет с тобой, поговорит раз, и самое страшное, это единственный человек, который знает, ты жив или нет. Да. А так как селы у нас это взрослые поколения, и многие селы уже очень возрастные, для них это становится очень критично. Я приведу один пример. Мы с тестем поехали как-то в Балагое, и там у него должны были быть похоронены какие-то его родственники. Мы приехали в какое-то село, никто, конечно, знает, куда мы пошли первым делом? На почту. На почту. И мы спросили у почтальон. Я сказал, есть почтальонша, которая вот сегодня выходная, она живет в том-то доме, пойдемте, я вас отведу. Мы к ней пришли, она говорит, да, жили такие когда-то. Представляете, вот оно, вот получается все там. Да. Это знание истории той местности, в которой они работают, понимание, кто там живет, как росли дети. Села – это, в общем-то, одна единая семья. Женились, столы открывались сразу же, Новый год, столы накрываются, то есть все это было единым. И, конечно, почта была частью данного мероприятия, и так или иначе она вот сейчас и остается иногда даже единой. Если мы посмотрим на это вот немного с другой стороны, то есть если это сложившийся контакт, ну такой, как бы, как это сказать, нервная система, да, нервная система нашего государства при правильном его использовании, то этот канал до сих пор можно использовать, чтобы через этих людей доносить какие-то важные вещи, смыслы для людей. Вот насколько сегодня этот канал действительно пытается быть таким информационным? Этот канал пытается быть очень сильно информационным. Мы, на самом деле, это практически наша основная задача, которую мы рассматриваем на, ну можно сказать, почти что на каждодневной основе. И я сейчас это не утрирую, потому что многие любят сказать, да, прямо она сидит, только об этом и думает. Ответ, да, я прямо сижу и об этом думаю, честно. Мы действительно понимаем, что помимо бизнеса у нас есть большая социальная миссия. И эта миссия важна, в целом важна. И разрабатывается большое количество возможностей, которые, может быть, что-то выстрелит, может быть, что-то не выстрелит. Это такие, как стартапы. Это потенциально. Это называются стартапами внутри компании, некие идеи, которые рождаются. Многие из них имеют основания проработки в дальнейшем уже с нашими государственными структурами, с министерствами, законодательными даже актами. И вот в этом, наверное, есть плюс почты, что мы все-таки являемся определенным потенциальным законодателем, определенной моды, назовем это так. И мы имеем возможность разговаривать с государственными мужами, чиновниками, в рамках которых лежит эта сфера ответственности и действия. Они вас слушают, потому что вы такие, какие вы есть. Да, они имеют очень позитивный настрой к нам, что очень радуют, потому что негативно можно относиться ко всему. Легко. Очень легко. Это легче всего. Не надо обладать большим умом для того, чтобы высказать критику. Критику мы можем высказывать все. Как говорится, переставьте критиковать, помогите, хочется сказать. Хотя бы с точки зрения иногда помощи не мешайте. Вот так. Даже это является помощью. Поэтому вот здесь главное то, что откройтесь и посмотрите на почту, которой по факту на самом деле не заниматься никто в течение 30 лет. И сейчас и до нас пришла определенная команда, и сейчас новая команда заходит. Пришли люди, которые искренне верят в то, что они могут сделать, перевернуть, сделать большое добро. Я вижу, что профессионалы пришли. Да, пришло очень много профессионалов и были профессионалы здесь. Я опять же хочу отметиться, есть совершенно уникальные люди, которых мы нашли и находились в почте очень длительное время. И они росли и развивались в почте. Я ни в коей мере не хочу сказать, что сотрудники, которые были до какого-то определенного времени, они плохи. Нет. Вообще ни разу. здесь есть такие уникумы, такие уникальные личности, такой уникальный социум внутри, что поначалу, наверное, опять же, преследуя принцип легко все покритиковать, хочется покритиковать. Но я проехала очень много регионов. Я никогда в жизни не была в некоторых регионах своей собственной страны, сколько я была сейчас. И я увидела этих людей, я увидела, чем они живут, я увидела их знания, умения, я увидела их стремления. Я увидела определенные вещи ограниченности, которые есть. И парадокс заключается в том, что это не в рамках их вины, данная ограниченность. Так оно сложилось исторически. И невольно хочется этим людям помочь. И ты понимаешь, что как только ты начинаешь с ними разговаривать, они прямо раскрываются. Открываются, конечно. У них начинают гореть глаза, они начинают говорить, боже мой, а мы вообще-то никогда не видели никого из стоп-паджима. Мы с нами никогда не разговаривали. С нами никто не разговаривал, да. А тут вы приехали и так простым доступным языком нам говорите, как это будет, как это надо. Почта всегда привыкла, что она обслуживала население. Давайте уйдем, я уже так лингвисты сейчас включу в себе. Давайте уйдем в этимологию слов «обслуживало население». То есть, понимаете, с точки зрения клиентского сервиса здесь нет ничего. Какой клиент? Вы о чем? Эти люди вчера пришли ко мне, сегодня придут ко мне, завтра придут ко мне абсолютно. Они все приходят и приходят и приходят, а я вот одна бедненькая сижу, их обслуживаю, обслуживаю, обслуживаю. Вот ментальность такая. Мало кто, хотя опять же я сделаю оговорку о том, что в селах как раз наоборот. Потому, что в селе, как я уже сказала, это некая семья. Там, когда к тебе кто-то приходит на почту, они знают. Мама пришла, я баба, Василий пришел. И они знают друг друга. А здесь, когда ты в городе, конечно этого нет. Для тебя это никогда не сменяющаяся картинка. Постоянная очередь, очередь, очередь. Лица, 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 лица. И человек, который подходит к данному окошку или просит о какой-то услуге, иногда потенциально думает, ну я же тут хожу часто, мне должны все помнить. А таких как он в городе? Да, не понимают, что для вот этих людей это калейдоскоп. Это постоянно проходящиеся лица, 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 лица. А мы с вами знаем из психологии, что на самом деле людям тяжело воспринимать большие потоки. В принципе, это огромные потоки информации, и мы недооцениваем сейчас, в каком информационном поле мы находимся. А мозг, он на самом деле загружается, 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 и в какой-то момент он уже сам тебе начинает в коробке кричать, что слушай, заканчивай, освободи меня, будь добра. Перезагрузи. Перезагрузи, как угодно. Потому что никто не понимает, что скорость движения, оно стало колоссально огромным. Любая информация, в которой мы находимся, любой поле информации, в котором мы находимся, это для человека стресс. Чем больше мы в мегаполисе, тем больше стресса, больше волнения. Опять же, люди не воспринимают, что это волнение идет отовсюду. Я приведу простую представку. Мы с вами сидим в студии. Вот пример, который бы разобрал сразу психолог. Для меня лично это новая ситуация. Да, стресс. То есть, я в студиях была, но я не частый гость. Я в этом отношении не настолько публично. Для меня это все ново. То есть, помимо того, что у нас с вами идет некий диалог, у меня мозг обрабатывает все. Плюс еще там камеры, микрофоны. Да, он видит камеры, он видит свет, он видит вас, он слушает вашу речь, он слушает мою речь, потому что я же говорю, он должен вас понимать, оценивать. Я вижу часы, которые показывают сколько времени. Я вижу наши стаканы, столы. Я вижу все, что меня окружает. Все огромное многомерное информация. Моя периферическое зрение, оно улавливает сейчас все. И не только зрение, слух. Все. И вот это все у меня перерабатывается в голове в этот момент. Окей. Прекрасно. Мне кажется, с точки зрения понимания сути вот этой нервной системы, вот самой как Почта России, ее масштабов, ее влияние на социум, в целом для населения, для нашей. Недавно, кстати, общался, работал с компанией Росгострах. Мы те, кого все знают, что Почта России, что Росгострах, что железные дороги. Мне интересно теперь другое. Мы с этим разобрались. Понятно, что специфические, уникальные знания, навыки и опыт работников Почты, с них вообще никто не обсуждает. Это, знаете, как токарь высочайшего разряда, которые там, они есть, все прекрасно. Оставим их немного в покое. Скажем, вот эта сеть у нас сформирована. Вернемся на уровень сегодня топ-менеджмента, где и происходит сама, так сказать, трансформация. Наша тема – трансформация корпоративной культуры. Как таковая корпоративная культура, ее никто не знает, где она, в воздухе, какая она жесткая, мягкая, никто не знает. Но все ее чувствуют. И все говорят, вот у нас такая корпоративная культура. С чем вы начали работать, когда пришли? Куда вы идете? Как вы видите себе вот эту трансформацию на уровне топ-менеджмента? А потом мы попробуем додумать, если нам хватит время, как мы вот эти мысли уже отпустим в сознание всей вот этой огромной сети. – Совет, наверное, для всех. Ну и этот же совет был для меня же самой. Когда ты приходишь в какое-то место, разберись сначала, куда ты пришел. Поэтому парадокт заключается в том, что когда я зашла в Почту России, первый вопрос, который я задала и себе, и всем. Скажите, пожалуйста, когда в реальности почта создалась? При каком царе Горохе она создалась? – Был ответ? – Был ответ. У меня был прекрасный, замечательный человек, с которым я познакомил сразу. Это наш профсоюзный лидер, который принес мне вот такую вот книгу и сказал, читай. – Почты. – Вся история вообще создания почты. – Почты. – Да. Вообще, в принципе. Как она доставлялась, как проходила, что почтовые кареты, извините, были самыми приоритетными, почему почтанты находятся ровно на таком расстоянии друг от друга, как они находятся, потому что… – Лошадки. – Лошадки, да. Вот это вот все. То есть ты начинаешь, ты сначала должен изучить историю. Любая компания имеет историю. Культура – это история. Это то, что… – Что закладывалось там. – Что закладывалось изначально. Даже неважно то, что может быть сейчас этого уже больше нету. Но это некая эволюция. С этого ты начинаешь. Ты начинаешь познавать, кто делал эту историю, что были за личности, что были за люди. Ты начинаешь понимать, а что это такая в Санкт-Петербурге улица Почтамтовская, да, а что это за почтамский мост. Оказывается, почтамейстер переезжал через этот мост, когда он ехал к… – К императору. – К императору к нашему. Да, и ты понимаешь, что это… вот грандиозность это всего. А то, что у правителей находится военная форма. Так это значит, когда-то почта принадлежала непосредственно военным. И вот от этого начинает разворачиваться вся история. И ты приходишь к нынешнему времени, ты переваливаешь это очень быстро, и ты находишь вот эти зачатки… – Какие основные вот такие моменты влияли на формирование культуры? Что это? То есть, понятно, близость к власти, какие-то военные. Что еще? Какие моменты были с этим пазлами? – Ты смотришь три основные вещи. Историчность, ты смотришь услугу или что конкретно ты делаешь, в чем суть твоя, какую ценность ты несешь как компания в этом отношении. Безусловно, ты смотришь периметр государственности, в которой ты находишься, относишься ты к нему или хотя бы не относишься, это неважно. И ты смотришь людей. Вот это, наверное, четыре составляющие, которые любой HR-руководитель должен провести очень быстро с точки зрения некой диагностики для того, чтобы ответить себе на вопрос, куда ты попал. – То есть, получается, история, еще раз на всякий случай, люди, услуга, причастность к государственности. – И государственность. – Да. Вот это то, что у нас получается в нашем спектре. И дальше ты начинаешь смотреть, как это все взаимодействует, что влияет на те или иные постулаты внутри, кто тебя регламентирует. Безусловно, для меня еще было очень важно, так как вообще, в принципе, почта, как почта, создание для меня было что-то новое, я, безусловно, конечно же, Google в помощь или Яндекс в помощь, неважно что, любая поисковая система в помощь, ты заходишь и начинаешь забивать такую вещь, как postal services, либо почтовые услуги. И ты начинаешь искать всю информацию, которая есть на мировой арене по отношению к почтовым услугам. – Что является, я бы так сказал, ориентиром в мире по построению вот этой системы почты вообще в государстве? DHL, FedEx, что является лучшей? – Многогранность. Нельзя так ответить. У нас нет. В нашем случае сказать, вот он бренд, мы обращаем только на это. Чем разница между кока-колой и пепси-колой? Вот вкус. Для многих людей здесь нельзя. Здесь, потому что мы все уникальны. У нас у всех разные территории, у нас разные распределенности. Кто-то более зависим от государства, кто-то менее зависим. Ты себе создаешь матрицу. Ты раскладываешь, какая из них, кто более эффективный, кто какими дорогами шел, кто как развивался, кто чего покупал, как Deutsche Post, например. Кто чего, наоборот, продавал от себя и так далее. То есть, сказать, что мы можем подойти и сказать, вот это идеально – нет. У нас пока такого экземпляра нет. Это то, что мы в реальности прорабатываем сейчас с многими консультантами, с многими разговариваем по поводу того, что же, вот что должно быть идеальным. Опять же, идеальность – это такая вещь… В момент, да, на сегодня идеально, а завтра нет. Сегодня идеально, а завтра нет. Я соглашусь с тем, что нужно для себя нарисовать картинку, о том, о чем вы сказали сначала. И я люблю себе рисовать картинки. Я себя рисую то, каким я хочу это увидеть через какое-то количество лет. Застолбить место в будущем. Да. Притом, мое количество лет четко определено. Это 10 лет. Это длинный горизонт. Я прекрасно понимаю, что я смогу за 10 лет, например, сделать. А может быть, и не я это буду делать. Но я хочу заложить фундамент, на который потом будет выстраиваться вот эта картинка 10 лет. Многие называют это стратегией. Я не называю это стратегией. Я называю это видением в основном. И от этого видения я иду обратным ходом. Обратненько мы идем до точки, которая находится сейчас. И ты простраиваешь некую для себя систему координат. Масштабность нашей компании, наше предприятие огромная. Меняться, с одной стороны, тяжело, с другой стороны, парадоксально очень легко. Ну, кто бы мог подумать, что почта России сможет перейти из структуры в губ государственности в акционерное общество за один год. Ответ – никто. Никто не верил в это. Никто не верил. Никто даже, наверное, и не понимает сейчас, что мы сделали. Никто не понимает. Мы только сами понимаем, и до сих пор, несмотря на то, что акционерное общество образовалось 1 октября 2019 года, мы, наверное, единственные до сих пор ходим друг к другу и поздравляем, потому что до нас осознание рефлексии приходит сейчас. Что на самом деле сделано? Сделана колоссальная история. И одновременно в параллели мы увидели много историй, которые заложились и которые мы повели. в России. Мы недавно провели колоссальный форум, который оказался, мы не ожидали, который оказался огромнейшим успехом с точки зрения, он назывался New Retail Forum, и почта, собственно говоря, была основным спонсором этой площадки. Собрали всех ритейлеров. Ну, где почта, где ритейл. Что почта – это ритейл. Абсолютно один из концептов. Наверное, из этих парадоксов, что когда я общаюсь с «Газпром нефтью», они говорят, Ром, вообще знаешь, что мы на заправках зарабатываем больше на кофе, чем на самом бензине. И здесь, наверное, тоже есть такие же у вас секреты, которые позволяют делать модели экономически привлекательные. А в некотором случае это даже не экономически привлекательно, а социально необходимо, потому что в селе ты больше нигде ничего не купишь, когда как на почте. Да, на почте, да. Вот, поэтому есть некоторые моменты, которые позволяют… Сама жизнь нас толкнула в трансформацию. Вот, наверное, кто-то когда-то захотел это сделать, но потом нас просто понесло. Вот волна пошла, и, как сказал однажды мой один руководитель в 2007 году, когда я с выпущенными газами прибежала, сказала, слушай, а как бы остановиться? Правда, кризис потом был в 2008-м. Он мне сказал, говорит, Леночка, дорогая моя, когда ты, как серфингист, взлетел на волну, последнее, что ты хочешь, чтобы эта волна тебя накрыла. Поэтому надо быть на волне. Поэтому будь на волне. Как бы тяжело тебе не было, балансировай сейчас, ты должна сделать все возможное, чтобы быть на этой волне. И никакой мере ты не должна с этой волны сойти, пока сама волна не уйдет на берег. Окей. Несколько слов по технологиям. Хотелось бы вот практические инструменты от вас, как от суперпрофи, если какая-то компания захотела бы вдруг трансформировать свою корпоративную культуру. Можно, например, назвать 3-5-6 основных шагов, которыми вы точно знаете, можно пройти и получить трансформацию корпоративную культуру. Да. Первое, то что покажется, наверное, странным, но это на самом деле первое, оцените свой управленческий состав. Прямо проведите серьезную оценку управленцев по любой системе, которую вы выберете, каждый выбирает свою систему, но вы должны понимать, с кем вы работаете, где их сильные стороны, где зона развития, есть ли потенциал вообще, будете ли вы менять это все или нет. Это первое, что нужно сделать. Вторая вещь с точки зрения трансформации любой, начните проводить серьезные коммуникативные кампании. Сообщайте людям, что вы делаете, становитесь открытыми. Под словом открытые не надо проглашать, что мне открытые двери, но при этом они всегда закрыты, потому что я интроверт. Реально меняйте кампанию. Все ходили в галстуках, снимите галстуки. Сделайте свободную пятницу. Была свободная пятница, сделайте что-то другое. Дайте возможность людям себя реализовывать так, как они хотят. И это не обязательно тратить огромные бюджеты. Многие вещи делаются вообще практически без денег. Третья вещь, соберите серьезную команду единомышленников, при том не только вокруг себя. Но и постарайтесь, чтобы эти единомышленники собирались на линии N-2, N-3 и так далее. Руководящий состав – это самое основное. Это мозг, по сути, можно так сказать. Это и есть ваша культура. Это и есть культура. Это и есть культура. Мы обычно говорим следующее. Рыба у нас что делает и откуда делает, понятно. Голова всецела вся. Голова же не только голова в качестве первого лица компании. Каждая группа, она имеет голову. Там тоже есть голова. И она отчасти является той культурой, вот этой головы, вот в том маленьком селе, возможно. Абсолютно верно. И вот нужно пронизывать до самого мелкого края, который находится. Не забывать об этих людях. Ну, хотя бы один, два, три инструмента. Как пронизать? Вот самые простые, которые подвластны любому человеку. Письмо написать там, не знаю. Да, абсолютно. Коммуникация, обучение, научение, назовем это так, этих людей в первую очередь. И безусловно, без этого невозможно, обратный контроль. Вот обратная связь все знают. А что такое обратный контроль? Это когда ты понимаешь, что есть определенные реперные точки, когда тебе надо спросить о результате. И это должно быть серьезно. И это должно быть системой. Это должна быть системой. Люди у нас странно относятся именно к тому, что это контроль. И боятся. На самом деле уникальные руководители умудряются выстраивать систему контролинга без того, чтобы говорить медленно, принеси мне отчет. Да. Вот. Нет. Система контроля выстраивается совершенно по-другому. Это тогда, когда внутри тех людей, которые находятся по тебе, возрождается или находится ответственность струнка, прийти тебе и рассказать, что он сделал и каких результатов он достиг. Супер. Верну вас вот в нашу логику. Первое. Оценить управленческий состав. Второе. Коммуникации. Третье. Менять компанию через возможности реализовать себя, через команду единомышленников. Что дальше? Какие еще шаги по трансформации могут помочь любому человеку, смотрящему наш эфир где-нибудь? Я думаю, этого больше, чем достаточно. Уже достаточно. А когда подводить первые итоги? Что будет являться итогами? Как себя вести в этой ситуации директору, владельцу? Первый год. То есть первый год самый главный? Первый год. Первый год надо за этим следить и надо это мониторить, но я бы сказала, не навязчиво. Опять же, контролинг должен быть не навязчивым. И смотреть куда-то выходит. Куда пошло, да? Потому что я только что описала очень большое количество инструментов, которые даже за год провести будет сложно. Дело в том, что когда мы говорим провести оценку, это не значит провести оценку и бросить что-то с данным. Это значит еще и дальше вести. Конечно. Это дальше нужно дать обратную связь этим людям. Написать для них индивидуальные планы развития. Не написать для них индивидуальные планы развития. Уж не надо развивать то, что невозможно развить. Реализовать его. И уже начать это имплементировать. И точно так же идет по всем линиям. Ты начинаешь делать коммуникативную площадку. Отлично. Вышел владелец или генеральный директор, две провел сессии, на третью бросил. Нет. Это, извини, становится твой day-to-day duty. Ты должен это делать, если тебе сказали, собираешь топ-100 менеджерского состава каждый месяц. Значит, ты как ответственный собираешь каждый месяц. Это как в GE. Помните, они делали академию General Electric, где они по 100 человек три года подряд собирали, чтобы что-то родить. Абсолютно верно. Поэтому здесь где-то из формы создания или инновации чего-то нового в компании, это в конечном итоге переходит в рутину. Но это переходит в твои обязанности, в твою рутину. И ты должен выполнять эти обязанности. Потому что ведь каждое последующее поколение, которое приходит в компанию, оно же не видело то, что видели предыдущие. И парадокс заключается в том, что ты через какое-то время говоришь, ну я же все это рассказывал. Да, но только другие люди. И получается, что все надо поциклично. В этом и успех, наверное, транснациональных компаний, что они не распыляются с большим инструментарием. Очень четко и одновременно. Они четко прописывают каждое, но они, как, знаете, мантра верования в это, они это соблюдают. Написать и соблюдать две разные вещи. Для всех поколений. И те люди, которые работают в конечном итоге 20 лет в этой компании, они говорят, о, пришел новичок, он проходит специальный индакшн. Я тоже это проходил 20 лет назад. И мне говорили. По-прежнему. То же самое. Конечно, меняется. История будет немножко по-другому рассказываться. Но человек знает, что канву, то, что заложили в эту компанию, это было ровно то же самое, что 20 лет назад. Помните, я вам говорил, что время пролетит незаметно? Вот осталось там буквально 3 минуты. Ирина, скажите, пожалуйста, вот я часто разговариваю с руководителями и говорим, слушайте, вот смотрите, музыкант профессиональный, ведь он же каждый день минимум 3-4 часа играет. Врач. И вот возникает такой вопрос откровения, что мне как руководитель действительно нужно самосовершенствовать. Да, нужно. А вот особенно в процессах трансформации, если взять все за 100%, вот мозг топ-менеджера высшего звена, какая долька у него должна постоянно быть в трансформации, он должен об этом думать, это должно стать его частью ежедневной жизни. Вот должно ли это быть так или нет? И сколько по времени он должен об этом, например, размышлять? Я скажу так, 80%, потому что нет предела совершенства. То есть это не 10, не 5, это 80. Нет, это да. Мы трансформируемся, как я уже сказал, мы трансформируемся все время. От топ-менеджера это большее требование. Мы должны очень быстро успевать прочитать всю прессу, которая пришла утром. Мы должны посмотреть все индикаторы, которые есть, мы должны посмотреть все выкладки, отчеты и так далее, и так далее. Это все трансформация, потому что получая каждую информацию, мы задаемся вопросом, что мы с этой информацией будем делать, как мы ее будем, как мы будем ее улучшать. Поэтому мы находимся всегда в трансформации. И есть другая сторона медали. Если ты не совершенствуешься, в любом случае, как угодно, то, к сожалению, у нас нет в развитии настоящего времени. Если мы не идем вперед, мы неизбежно идем назад. Поэтому от топов, я думаю, что у них требования намного серьезней и к самообучению. Мы не можем сидеть и говорить себе, я пойду учиться только тогда, когда мне это принесут на блюдечке с голубой каемочкой. Я являюсь ментором и той главой, которая обучает весь свой персонал. Свой под словом не компании, а мой личный персонал. Я линейный менеджер своей службы, и я ответственна за развитие управленческого звена в моей службе, в службе управления персоналом. Представьте, что будет, если бы я постоянно не совершенствовал свои навыки. Я очень сильно боюсь, что люди, которые работали бы подо мной, они просто бы подо мной не работали. Да, и как раз вот эта команда, которая пестуется, которая создается, если она увидела, что руководитель остановился в своем развитии и не несет уже той информации, энергии, которой нужно быть, она рано или поздно либо распадается, либо появляется какой-то неформальный руководитель, и в целом просто эффективность этой команды кардинально снижается. Мне очень понравилась фраза, что если ты не идешь в настоящее, ты попадаешь. Если ты не идешь в будущее, ты попадаешь в прошлое. Мне кажется, это может стать хорошим девизом и финалом нашей программы. И все-таки в конце я бы хотел сказать, вот очень много мы сегодня говорили утром про молодежь. Какая она, да, и вот разная. Когда мы в свое время были молодыми, нам никто не говорил там, что нужно делать, мы все искали сами. Ну, не было тогда. Сейчас много есть и есть возможности. Вот для тех людей амбициозных, которые хотели бы когда-то, может быть, стать действительно по-настоящему топами, прийти в транснациональные компании, такие как Почта России, там еще большие. Какими главными качествами должен обладать человек, что он должен в себе развивать и пестовать все это время, чтобы эта возможность рано или поздно перед ним открылась? Развивать, хочется сказать ответственность, но, наверное, это неправильно для молодого человека сейчас, молодой человек это не поймет. Я, наверное, скажу, если молодая девушка или молодой парень вот сейчас там слушает нас, смотрит и говорит, а вот что, а как бы, вот как я могу стать таким же человеком или главой какой-то функции, как я могу стать, чтобы в крупнейшей компании. Я скажу первое. Ничего не бояться, включая не бояться делать ошибок. Красота молодости и старта заключается в том, чтобы делать эти ошибки. Это первое. Второе. Постоянно совершенствовать себя. И по словам совершенствовать, вот сейчас я, наверное, произнесу странную вещь. Если вам в компании предлагают красивые названия, молодые люди, не соглашайтесь. Я в своей карьере росла с самого низа. Я знаю каждую функцию руками. Мне ничего не страшно. Если у меня кто-то исчезнет, я понимаю, что я не являюсь сейчас суперспециалистом. Но я специалист, я ее знаю. Поэтому, если вы в конечном итоге лет через 25 на своей карьере хотите произнести и сказать, я действительно специалист, вы должны пройти все стадии своей функции, многогранной функции, в которой вы можете работать, будь то финансы, будь то IT, будь то HR, маркетинг, PR, как угодно. Все мы имеем огромное количество граней внутри. Пройти через все, понять все, изучить все. Дьявол в деталях. И детали ни папа, ни мама тебе в голову не принесут. Спасибо вам огромное. Коллеги, у нас сегодня был великолепный, интереснейший разговор о трансформации. Причем мы говорили о трансформации огромной, колоссальной компании, которая по сути является нервной системой, которая и для многих людей в некоторых регионах нашей России, а в некоторых населенных пунктах является единственной, может быть, как бы точкой получения информации. И очень важно, как по этой нервной системе идут вот эти сигналы трансформации культуры, чтобы со временем действительно мы могли сказать, что мы гордимся нашей замечательной почтой России. Я помню, когда я был маленьким, я очень хотел быть почтальоном, потому что почтальоны, которые ходили с этими сумками, разносили эти газеты, для меня это было что-то особенное. Елена, большое спасибо, было очень интересно. Спасибо вам. Коллеги, до следующей встречи. Верьте в себя, не бойтесь делать ошибки и развивайтесь. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова